А ведь совсем скоро студенты отложат в ящик свои конспекты и забудут дорогу к Альмаматер. Правда, ненадолго, всего лишь на пару месяцев. Ну а пока жизнь учебная продолжается. И поскольку я по-прежнему с вами, значит она еще и полна новостей. С вами информатор о студенческой жизни округа, программа «Вузблог». И мы начинаем. Минувшая неделя в СКФУ прошла под знаком заботы об экологии. Здесь с небывалым размахом проводился большой экологический фестиваль. Инициативу ВУЗа в этом году поддержали и другие учебные заведения Ставрополя. Особенно популярными среди участников стали конкурсы социальных плакатов, инсталляции и слоганов на тему сохранения природы. Свои рисунки предоставили даже малыши из детских садов. Завершился фестиваль чествованием победителей многочисленных конкурсов, прошедших в рамках фестиваля. Сюрпризом для собравшихся стал необычный показ мод. Модели демонстрировали уникальные эко-коллекции, созданные руками студенток СКФУ. Например, наряды из льна и бумаги. В СКФУ назвали лучших студентов и молодых специалистов в области IT-технологий округа. На базе университета прошла церемония награждения победителей и призеров отборочных этапов Международной Олимпиады IT-планета. В общей сложности в Олимпиаде участвовало более 11 тысяч человек из 9 стран мира. В Северокавказском федеральном округе абсолютными триумфаторами Олимпиады стали студенты и выпускники СКФУ. СКФУ. Ребята заняли большую часть призовых мест во всех 15 номинациях конкурса, а некоторые отличились и на всероссийском уровне. Я очень рад, конечно, своей победе. Это большая честь для меня была участвовать в таком конкурсе, тем более он международный. Насколько я знаю, один из самых крупных IT-конкурсов. СКФУ также признан лучшим вузом в округе по подготовке IT-специалистов. Кстати, после подобных Олимпиад, по словам организаторов, многих ребят пригласят на работу крупнейшие IT-компании. И еще один триумф студентов СКФУ. Театр танца «Смайл» стал победителем фестиваля «Геленджик улыбается солнце». Ежегодно, к первой субботе июня, на мероприятие, приуроченное к открытию летнего сезона, в город съезжаются творческие коллективы со всей России. В этом году в Геленджик отправились 30 студентов СКФУ из двух творческих студий университета. «Смайл» получил гран-при в номинации «Карнавалы мира». Поздравляем всех победителей и переходим к тем, кому только предстоит стать покорителями студенческого Олимпа. К абитуриентам. В СКФУ, крупнейшем вузе округа, началась приемная комиссия. Школьники еще сдают ЕГЭ, но вот сотрудники университета уже готовы к наплыву студентов со всего Северного Кавказа. Вуз-пост с хэштегом «велком». Для абитуриентов в СКФУ тропа уже проложена. Их ждут по адресу Ставрополь, проспект Кулакова, 2. Здесь можно получить подробную консультацию у ведущих специалистов университета. Они расскажут о выбранной специальности, порядке приема, преимуществах обучения в университете и многом другом. В университете обучение проводится более чем по 220 специальностям и направлениям. Начиная от физиков, химиков, математиков, продолжая строителей, туристов, специалистов в области туристско-рекреационного комплекса, и нефтегазовое дело, и фармация, и медицина, и специалисты по информационным технологиям, конечно, юристы, экономисты, специальности в области менеджмента. По всем этим специальностям и направлениям есть бюджетные места. Как отмечают сами абитуриенты, об учебе в СКФУ мечтают многие. Самый молодой федеральный вуз уже успел отлично себя зарекомендовать. Его диплом высоко ценится, а потому уже сейчас у приемной комиссии вуза немало работы. Если школьник уже определился с выбором, то необходимо прийти к нам в приемную комиссию, подать заявление, где ему помогут в электронном виде это заявление оформить. Для этого он должен принести с собой аттестат об образовании или документ о высшем образовании, если он хочет поступить в магистратуру, но и, естественно, он должен иметь с собой паспорт. По некоторым направлениям подготовки у нас необходима медицинская справка. Также надо предоставить результат ЕГЭ по предметам вступительных испытаний. Все документы принимаются до 25 июля. При подаче заявления можно предоставить не оригинал, а копию школьного аттестата. Приемная комиссия работает по будням с 9 до 17 часов, а по субботам с 9 до 16. Задать вопросы абитуриенты из любой точки России могут по телефону горячей линии. Все звонки бесплатные. На сайте СКФУ в разделе абитуриенту также можно найти подробную информацию о направлениях подготовки, порядке приема, вступительных испытаниях и другие важные сведения. Для тех, кто еще сомневается, в выборе есть профориентационный сайт, где после прохождения теста вчерашний школьник получит советы, какую профессию выбрать. Но и это еще не все. Подав документы, каждый абитуриент получает доступ к персональному кабинету на образовательном портале СКФУ. Введя свой пароль, он сможет узнать, сколько подано заявлений по его специальности и какое место он занимает в рейтинге. Информация обновляется в режиме реального времени. Сегодня двери университета открыты для всех, кто хочет получить качественное образование и стать квалифицированным специалистом с успешным будущим. Продолжаем нашу программу и открываем рубрику «Студ Твит». На этой неделе посвящаем ее теме занятости студентов в первый месяц лета. Итак, на первом месте фото от девушки с ником Тати с указанием на самый популярный вид деятельности у студентов в настоящее время. Это, конечно, не олимпийские игры, но массовость и накал страстей также зашкаливают. Далее, кто-то на практике, а не в теории, доказывает свои знания. Например, Александр Ширяев в социальных сетях подтверждает, что не только не отдыхает под солнышком, а как раз наоборот работает под ним. Практика в самом разгаре. Далее, Студ Твит от девушки Надя Борис, или Борис, кто уж там знает, с подтверждением, что она также под солнышком и также не отдыхает, хотя находится в Анапе. Отряд классики открывает первую смену детского лагеря «Премьера». Все вузблогеры молодцы, мы вас поздравляем, но не забывайте иногда и полезно отдыхать. Вы, наши зрители, продолжайте добавлять в социальные сети посты с хэштегом «СКФУ», и ваш Студ Твит может оказаться на месте наших сегодняшних вузблогеров. Я же с вами на этом прощаюсь. С вами был вузблог, информатор о студенческой жизни региона. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!